Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт vizasam.ru Как раз гуляю по районе Дубай и Марин, и давайте в этом видео расскажу вам об уровне жизни в Эмиратах, в Дубае. Ну, я больше буду касаться Дубаек, так как это мой любимый город в Дубае. Я здесь часто, в Эмиратах я здесь часто бываю, но это, в принципе, касается и всей остальной страны. Давайте сразу скажу, в Дубае это очень безопасное место, место с высоким уровнем жизни. Ну, один из лучших городов по уровню жизни, безопасности, качеству жизни в мире. И я сейчас обо всем расскажу подробно. Вообще, в Дубае входят в десятку самых безопасных таких вот городов мира. Ну, здесь там деревники, это не учится. Учитываются именно самые такие крупные города, самые там развитые нормальные страны. Вот в 2021-м даже второе место занял один из самых безопасных городов мира. Ну, многих, я знаю, всегда интересует, а сколько зарплата, сколько на жизнь надо тратить. Давайте сразу коснемся этих моментов. А вообще, сразу скажу, вот под этим видео будет ссылка на телеграм-канал инвестиций в недвижимость в Дубае. Там будут цены на аренду жилья, цены на стоимость жилья. Там вот просто все подробно. Поэтому вот по недвижимости также будет много видео. Касаться, ну, я скажу только общие моменты здесь. Также будет русскоязычный чат в Дубае. Ссылка, пожалуйста, подписывайтесь, задавайте вопросы. Там вам ответят о работе, о зарплатах, вообще где жить, как безопасность, о школах, детских садах. Так что подписывайтесь. Ну, так вот, средняя зарплата в Дубае где-то 4400 долларов. Низкий заработок считается 1500-2500 долларов. Это склон в основном обслуживающего персонала, в сфере услуг, кто работает. А, например, ну, мало знает там языки иностранные, там в гостиницах, в отелях, в кафе. И то в кафе даже можно заработать больше. Продавцы там, например, в какой-то сфере услуг. Вот средний заработок 3,5 тысяч дирхам. Ну, естественно, сразу скажу, надо знать язык, английский, так как нужно общаться не только с русскоязычными клиентами. Ну, вот почему Дубай стал популярен так для русскоязычных, я думаю, объяснять не надо. Хотя стоит все-таки. Объединенные Арабские Эмираты, Дубай, нейтральная страна, никаких конфликтов, никаких санкций, ни к чему они не присоединяются. И наоборот, говорят, пожалуйста, упрощают условия для иностранцев, в том числе для русских, инвестируйте в недвижимость, работайте здесь. Пожалуйста, тратите деньги в нашей стране. Дают для этого все условия. Например, можно купить недвижимость с переводом денег из России. При покупке недвижимости, например, от 750 тысяч дирхам, дается автоматом резидентская виза. То есть, вид на жительство для вас и для членов вашей семьи, пожалуйста, живите. Также резидентская виза дается, вид на жительство при устройстве на работу официальным, студентам. Если вы фрилансер, вы можете подтвердить свой доход. То есть, пожалуйста, можно открыть свой бизнес, релокации, бизнес очень популярный. Условы, ну, то есть, переезд бизнеса компаний в Дубае. Потому что здесь, например, очень классные налоги. Налог на прибыль – ноль. Налог на рост недвижимости – ноль. Налог на имущество – ноль. Ну, конечно, вы думаете, ну, как же они тогда зарабатывают? Они зарабатывают на том, что люди тратят в их стране деньги. Есть, конечно, налоги, они минимальны. Например, при покупке недвижимости в один раз 4% заплатили госпошту, скажем так, от ее стоимости. Потом, то есть, если цена выросла, вы никакого налога не платите от разницы в покупке-продаже. От сдачи в аренду вы не платите. Налог на имущество – вы ничего не платите. Также, например, есть компании, Эмираты четко разделяют. Локальные компании, которые работают на местном рынке, ну, везде. И для компаний во фризонах. Например, в Дубае есть 20 фризон. Допустим, если вы работаете во фризонах, очень подходят для IT-специалистов на рынке, допустим, Дубая. Или, допустим, работать вообще онлайн или вне рынка Дубая, у вас нет налога. Кто работает в локальных, там вот от оборота зависит, может быть, 5%, если высокий оборот. То есть, 5. Где такие налоги найдете? Поэтому Дубай очень привлекательная страна стала именно для жизни, для переезда. И вот очень многие, как раз русскоязычные, посмотрели, здесь купили недвижимость, продали в Европе, там, из России, учитывая нестабильность курса доллара, курса рубля к доллару, продали там активы и вложили в недвижимость в Дубае. Что еще хорошо? Курс арабского дирхама, который в Дубае всегда стабильный, 3,6 где-то, 3,65 на протяжении 30 лет. Поэтому Дубай является таким гарантом финансовой стабильности, если вы хотите сохранить свои деньги в валюте. И, например, сейчас можно перевести деньги, ну, хоть 400 тысяч долларов, там, 500 тысяч долларов в апартаменты. Есть квартиры хорошие в Пальм-Жумерии, в Дуба, в бизнес-бэе рядом с Бурж-Халифом. Можно оплатить из России. Вам приходит инвойс, запрос, и, пожалуйста, дружественная страна. У некоторых застройщиков есть услуга, они гарантируют вам доход, сами задают вашу недвижимость в аренду. Кстати, в канале инвестиции в недвижимость Дуба эти варианты рассматриваются. Подпишитесь в телеграм-канале и дают вам доход там 7-10% годовых. Ну, я думаю, очень приятно снимать такую квартиру, особенно люди, кто по каким-то делам сюда приезжают. И просто застройщик, управляющий компанией начинают задавать и вашу квартиру. Вам платят 7%. Ну, так вот, по зарплатам мы поговорили. Например, высокий заработок 7 тысяч, 8 тысяч. Дирхам – это для IT-специалистов, программистов. Они требуются. IT-специалистов в финансовой сфере, в цифровой сфере. Ученые, высококвалифицированные врачи. Дубай рад их привлекать. Даже, например, каким-то высококвалифицированным ученым дают резидентскую, могут дать резидентскую визу сразу на 10 лет. Так же, как, ну, это самый большой срок. Гражданство в Дубае очень-очень сложно иностранцы получить практически невозможно. А вот резидентскую визу, ведь на 10 лет можно получить от покупки недвижимости свыше 10 миллионов дирхам. И, например, высококвалифицированные специалисты, ученые какие-то, разработчики, кстати, дают одаренным студентам, выпускникам школ, у которых очень высокие баллы, членам их семей. То есть эмираты всеми силами стараются привлечь высококвалифицированные кадры и высококвалифицированных специалистов. Уровень жизни. Ну, вот уровень жизни тут, если у вас есть своя квартира, здорово. Ну, вот аренда жилья, да, дорогая, по сравнению с миром. Ну, на тысячи начинается долларов где-то примерно в месяц. Ну, я более-менее нормальное жилье беру. Тысячи долларов в месяц. Ну, хорошее жилье, например, на Пальм-Джумерре где-то 2,5-3 тысячи долларов. Ну, это прямо Пальм-Джумерре, если вы понимаете, самый элитный район, одного из самых элитных городов мира. Вот. Тут на Марине, например, полторы тысячи, где-то можно снять две тоже. Ну, я знаю, что люди снимали меньше, ну, в таких местных райончиках, где живут местные. Там, например, Дейра, старый город, на окраинах тоже можно найти. Вообще стоимость жизни начинается где-то от 2 тысяч долларов в месяц. Опять более-менее нормальный. В принципе, если хорошая жизнь в районе, там, Пальм-Джумерре, 4-5 тысяч долларов в месяц. Ну, примерно я беру на человека, на взрослого человека. Вообще, то есть, медицины как таковой, вот, бесплатно у них нет. Есть медицинская страховка от 100 долларов в год. И достаточно нам покрывает многие услуги. Вот, когда вы резидент, если у вас резидентская виза, вы можете пользоваться всеми правами, медицинскими услугами, жить, работать, получать водительские права, открывать банковский счет, банковские карты, компанию. То есть, практически всеми правами, как гражданин ОАЭ, ну, кроме, там, голосовать и еще, ну, таких прав, которые особо-то вам и не нужны. Медицина здесь развита, здесь хорошая медицина в целом. Можете обращаться, ну, к местным специалистам, можете обращаться, опять оформите медицинскую страховку, и она покрывает многие, ну, кстати, хорошая страховка, многие медицинские услуги. А вообще образование, вот, образование школы хорошее, есть англоязычные школы, очень много. Для иностранцев образование платное, вот, есть такие вещи, опять я вам все честно, все правильно говорю, основные расходы выходят обычно с семьи на аренду жилья, если своего жилья нету, и на, вот, образование детей. Очень классно здесь жить фрилансерам, там, парам, в принципе, потому что есть цены в магазинах, но абсолютно на любой кошелек. Я вам запишу в супермаркетах, есть как дорогие супермаркеты, так и дешевые цены, как в России, например. Например, здесь цены доступны, например, 89 дирхам умножить на 20 тысяч 800 рублей. Вот такие вот. Смотрите, ну вот, кто говорит, что жизнь в Дубае дорогая, например, вот в таком моле можно одеться, купить вещи, там, я вам только что показал, кроссовки за полторы тысячи рублей, джинсы за полторы, футболка где-то стоит две тысячи рублей. Ну, полторы-две тысячи, ну, хорошие футболки, например, ну, вот у меня фирма Кавали. То есть, хороший стоковый магазин одежды, есть что выбрать, ну, это прям, ну, это супермаркет в одном из самых дорогих районов Дубаи, Пальм Джумейра. Шаговые доступности, например, от апартаментов, которые мы вам предлагаем. Вообще Дубай, в принципе, для меня вот сейчас ломает некоторые стереотипы. Опять мне показали знакомые вот эти торговые центры, я сам покупаю эти вещи за такие деньги. Вот кроссовки вам показал, что это дорогой какой-то город, причем в самом таком дорогом гламурном районе Пальм Джумейра в торговом центре. Поэтому, если поискать, тут есть очень доступные и хорошие цены. После моей четырехмесячной поездки в Гуа, я купил себе шорты, футболку, сланцы и рюкзак. Сейчас скажу вам точную сумму. На 6 тысяч рублей я купил рюкзак, футболку, шорты и сланцы нормального качества. А еще в один магазин зашел в нашем же районе Дубай Марина, огромный супермаркет. Вчера я вправо чуть от отеля отошел, сегодня влево. Ну просто огромный магазин, где есть практически все. Вот такой огромный, но не буду ходить. Огромную упаковку кофе, 34 дирхама, где-то 600-700 рублей. Вот кофе, например, за 400 рублей 20 дирхам. То есть смотрите, вот такие огромные, большие супермаркеты. Здесь есть все, цены достаточно доступные. Посмотрите, походите. Моя популярная тема для России, на сколько стоит сахар? Вот килограмм сахара, 4,5 дирхам. Ну это я, конечно, шучу, 4,5 дирхам, это где-то 80 рублей. Алкогольные напитки, пиво, ну хорошее пиво, хайнекен, 6 дирхам, 120-130 рублей. И вообще за 8,75 дирхам. Это огромная упаковка чая 22, вот такая вот обычная, 8 дирхам, 160 рублей. White Ross, это супермаркет такого премиального сегмента, который расположен как раз вот в этом бизнес-центре. Опять скажу, это премиальный сегмент, тут все дороже, чем в простых супермаркетах. Смотрите, например, фрукты, яблоки, 9 дирхам, но где-то 180-200 рублей килограмм. Еще раз повторяю, это самый дорогой супермаркет здесь. То есть, хотите дешевле, едьте в другие районы, ну в обычном супермаркете. Например, апельсины 11 дирхам килограмм, то есть где-то 200 рублей. Дыни 15 дирхам килограмм. Вообще, смотрите, вот лучше посмотрите, курс рубля, курс доллара к дирхаму на момент съемки видео. Ну, вы сами знаете, я просто не буду больше говорить. 25 рублей, да никакой у нас волатильный рубль. Он стоил и 60, и 150 рублей. Ну, это даже не хочется об этом говорить. Картошка, например, 21 дирхам килограмм. 10 дирхам килограмм. Разная картошка различных стран. Товары здесь все привозные, так как здесь соленая вода и не растет ничего. Все их привозят на очень хорошего качества. Оливки 9 дирхам. Сыры, сыры, начин, 9,5 дирхам, 8 дирхам. Мне нравится, вот, набирать килограмм мяса. Не килограмм, это за 100 грамм. 12 дирхам за 100 грамм мяса. 240 рублей. Ну, а даже в таком магазине премиального, дорогого сегмента можно купить за 100 грамм вот 2-3 дирхама рис, овощи. Вот, как видите, 2-3 дирхама. Например, биф стью. То есть это гуляш из мяса 5 дирхам за 100 грамм. Как вы видите, тут все, ну, органическое, натуральное. Вот яйца 22 дирхама. Ну, десятки. Упаковка 6 штук, 22 дирхама. Упаковка 10 штук, 30 дирхам. Многим покажется, что здесь цены дорогие. Можно ездить в супермаркеты, в более простые районы, например, в Дейейру, в местный район. Еще где-то и закупаться по более дешевым ценам. Ну, просто закупились, привезли и все. Чтобы тут нормально жить, 2000 долларов на человека хватит. Где-то в месяц. Упаковка воды, полтора литра, ну, где-то вот выходит у вас 45-50 рублей. Два, там 2,5 дирхама. Покушайте в отеле, где цена блюда 2000 рублей. Ну, конечно, вид на Дубай-Марину. Ну, самые гламурные места тоже в Пальм-Джанейре еще круче. Есть различные там ресторанчики. Ну, можете зайти в супермаркет, полно еды и купить то, что вам нужно. Совершенно. Также есть очень красивые кафе, классные, на берегу моря. Там Пальм-Джу-Мэри, Марина-Бэй, Blue Water Silent. То есть дорогие. Но есть и простые там местные забегалочки. Пожалуйста, в районе Дейра, старого города. Можете прямо и за 200 рублей поесть. Ну, какой-то индийской еды. А на вкус любителя продукты, в принципе, свежие, хорошие. Хотя бы они выращиваются, ничего сего. Но привозят качественные продукты из близлежащих стран. Ну, мне в целом устраивает. Ну, кто-то говорит, что они немножко там безвкусные. Я не такой любитель гурмана. Нормально, хорошая еда в целом. Транспорт. Смотрите, именно в Дубае метро транспорт вообще хорошо развиты. Есть станции метро. То есть я спокойно вот запишу вам видео. Могу до их и до аэропорта. Вот сейчас из Дубаи-Марина пойду в район Бурж-Халифа. Там на Пальм-Джу-Мэру ходит такой классный поезд надземный. Монорельсы тоже очень красиво. Даже не то, что удобно. Но вот в других Эмиратах общественный транспорт не сильно развит. И придется арендовать машину. В Дубае мне совершенно хватает абсолютно метро. Взять машину в аренду легко. Международные водительские права. И, в принципе, все. Вообще, вот Эмираты очень тут люди культурные, воспитанные. Нет никаких ссор, руганий на улице. Вы никогда не увидите. Но я, по крайней мере, никогда не видел. Особенно в центровых местах. Да у них из-за этого просто большие достаточно штрафы. Если там словом, делом, действием оскорбить человека. Поэтому, если вы сюда приезжаете, то будьте культурными, воспитанными. Ну, не грубите, не скандайте. Это чревато. Так же, как, например, штрафы. То есть, за нарушение правил дорожного движения от 500 долларов. Ну и больных хорошо. Меньше людей нарушают. Вот я иду, никто не бибикает. На пешеходном переходе пропускают. Ну, что мне, например, тоже очень нравится. Вообще, уровень культуры, уровень безопасности в Объединенных Арабских Эмиратах очень высокий. Даже превышают многие страны Европы. Не говоря уж о наших странах, бывшего СНГ, бывшего Советского Союза. В целом, что я хочу сказать. Если позволяют финансы, это отличное место для жизни. Недаром вот очень многие русскоязычные из России, там, из Украины переехали именно сюда. То есть, потому что по сравнению с европейскими странами никаких санкций, никаких дискриминаций. Вот тут даже вот обстановка в России и Украине даже ничего не напоминает. Ну и слава богу. Все приезжают адекватные люди. Ну и правительство за этим следит, зачем он. Есть там штрафы за дружелю режима, там ответственность различная. Ну и хорошо. С никаких конфликтов. Люди отдыхают. Люди приезжают, зарабатывают деньги. Что мне еще нравится? Очень много здесь именно такого лакшери стиля. Ты можешь поесть, конечно, в супермаркете, но потом тебе захочется есть в хороших кафе, ездить на классных машинах. Ты заходишь, а там стоят, допустим, Бентли, Гелендваген и другие крутые марки. Мотивация работать и зарабатывать очень высоко. Ну и в том числе ты можешь встретить какие-то бизнес-партнерства, бизнес-знакомства. Еще раз скажу, есть русскоязычный портал Home and Dubai, пожалуйста, добавляйтесь. Мой хороший друг-знакомый сказал, как раз чтобы создать комьюнити русскоязычное, где люди могли бы делиться там своими успехами, своими услугами. И в одном месте можно было бы найти какие-то контакты, знакомства. И просто знать, что вот эти услуги от проверенных людей предоставляются там. Любые там услуги маникюра, педикюра, стрижки, аренда автомобиля, аренда квартиры и так далее. Оформление помощи там в форме регистрационных виз. Так что, если вы чем-то занимаетесь, пожалуйста, напишите, чтобы вас добавили на этот партнер. Ну и что мне еще нравится? Вот обстановка в Дубае. Вот здесь именно такая красота. Скажем так, именно, если вы там бизнесмен, зарабатываете деньги. Ну, как у меня знакомый сказал, я понимаю, что здесь у меня и мотивация работать. И хочется отдыхать, и хочется жить, и работать. В этом городе. По погоде. Погода здесь всегда солнце, всегда отлично. Ну, как, вот смотрите, например, зима, весна, осень. Классная погода. Летом, например, днем бывает 40 градусов. И многие, типа, проводят время днем. Ну, и 3 месяца в году в Умиратах лучше днем сидеть с кондиционером. Хотя сейчас вот вторая половина марта. Сейчас где-то... Сейчас посылаю, сколько времени? 15.42. Я гуляю по улице, мне достаточно комфортно, особенно, когда идешь в тени. Поэтому, ну, я был здесь днем, летом, да, летом жарко, днем где-то. Поэтому с 10, там, до 4 вечера, до 5 лучше проводить дома с кондиционером. Но это обычно рабочее время у меня, поэтому меня это не сильно напрягает. Но есть такая особенность, что, типа, 9 месяцев классно или 8, кто-то говорит, 3 месяца нужно сидеть дома с кондиционером. Поэтому какой у вас кондиционер, какое жилье, это тоже играет роль при выборе именно места для проживания. Если подводить коротко итог, уровень жизни в Дубае высокий, но в том числе есть на разные вкусы кошелек. На первое время, например, можете, ну, питаться экономно, ходить в супермаркеты, жить, допустим, где-то в районе Дейра, старого города, чтобы у вас выходило меньше денег за жилье. Еще русскоязычные работники требуются, так как очень большой доплыв в последнее время сюда именно экспатов русскоязычных, которые, скажем так, с ними надо общаться на их родном языке в тех же отелях или в каких-то сервисах желательно. Поэтому с работы здесь, ну, по мне, гораздо лучше, чем в Европе можно найти. Зарплаты тоже достаточно высокие, особенно если вы IT-специалист-программист, я бы вам рекомендовал фрилайсеры эту страну рассмотреть. Ну, тут многие знаменитости живут, какие-то из мира, там, маркетинга, инфобизнеса. Я просто, ну, мне вот называли фамилии, честно, не запомнил. Портнягин, Дубровская, Косенко, по-моему, Павел Дуров, вот, ну, это, я думаю, многие знают, знаете. Телеграмма, контакты здесь тоже имеет на Blue Water Silent жилье, он не знаю, живет ли или просто имеет, ну, недвижимость, и как часто он здесь живет. Уровень жизни в Дубае, в Эмиратах высокий, почему мне нравится Дубай, это наиболее такой европеизированный город, особенно в центре, все максимально европеизировано, никаких там строгих правил, условий. Но и никакого беспредела нет, беспредела в плане того, что культурные, цивильные, образованные, полицейские, хотя их и не видно, но ты понимаешь, что за нарушением права и порядка здесь следят более 300 камер в Дубае просто расплавили, даже 3000. Не буду врать, посмотрю, перезапишу. О, более 300 камер по всему городу, и люди знают, что полицейских, допустим, нету, ну, это очень хорошо, я их не видел, например, ни одного. Но ты понимаешь, что режим нарушать не надо, иначе это будет зафиксировано. Вообще, замечательно. Ну, вообще, здесь безопасно ходить вечером, ночью, безопасно, если у вас дети, там много детских клубов, если вы на Пан-Дженерии живете, много там мест для отдыха с детьми, ну и в других местах. То есть, пожалуйста, дети всегда могут быть под присмотром, в школу встречают, из школы приводят за руку вам детей, если у вас дети там в школе. Ну, очень-очень удобные, классные страны для жизни. Сюда я сейчас вставлю кусок интервью, которое я записывал с моим хорошим знакомым Антоном Москалевым, который переехал в Дубай, получил резидентскую визу, переехал с семьей, и вот об этом моментах он расскажет как раз в этом части интервью. Если хотите посмотреть полное интервью, там на 40 минут все советы по переезду, по формированию резидентской визы, выбора недвижимости, то ссылка на него будет под этим видео. Ну, как я знаю, мы говорили с тобой про резидентство, то есть тут дают резидентскую визу ученым, высококвалифицированным специалистам, в том числе и в медицине. Поэтому, ну, а уровень жизни здесь очень хороший, высокий, люди сюда едут. Да, да. Зарплата хорошая. Средняя зарплата по Дубаю, вот насколько я читал последний раз, и перепроверим опять же информацию, по-моему, около 4 тысяч долларов. Это зарплата на одного человека, это нормальный совершенно такой уровень зарплат, уровень зарплат IT-специалистов или врачей, докторов, я не берусь судить, но это 10 и выше тысяч долларов. Поэтому здесь на эти средства, если семья стоит из двух человек, например, одного ребенка или двух детей, по сути, очень комфортно проживать. И, наверное, около, я бы так сказал, если говорить про жизнь здесь, наверное, от 5 тысяч долларов до 10 тысяч долларов ты можешь уложить проживание своей семьи с одним или двумя детьми, с обучением, с арендой апартаментов и с арендой машины. И, в принципе, это такой мидл уровень, когда, да, это без изысков и без излишеств, но это хорошие локации, хорошие районы, хороший комфортный образ жизни. Если доход на семью выше, то, конечно, все это становится гораздо доступнее, и можно уже выбирать, где находиться и как жить. Ну, тут я еще добавлю, я вот как раз и кантону в гости приезжал, захожу, например, в торговый центр, вот, оделся одежду, одежда хорошего качества, хорошие марки, и я оделся на 6 тысяч рублей в торговом центре, в Файнджи Мэри. То есть шорты, футболка, у меня были сланцы и рюкзак кожаный. Ну, это интересно, здесь парадокс, ты можешь попить кофе за тысячу рублей, да, если в рублях говорить, там, чашку кофе, а можешь купить себе сланцы, брюки, рубашку за те же самые, там, тысячи рублей. Ну, важно, опять же, знать, понимать, в каких местах это покупать. Конечно, в Дубай, мол, если ты зайдешь и пойдешь по всем бутиковым брендам, естественно, ты найдешь там совершенно иные цены, но, да, да, как-то так. Ну, я к тому, что если вы на первое время хотите экономить, вот я тоже за, у меня в Дубай-Марине, но это тоже хороший район, да, но неплохой, да, у меня в Дубай-Марине, я запишу супермаркет, есть, но там цены как в России, если не меньше, вот я вчера зашел в этот супермаркет за водой, то есть купил воды, йогурт, ну, прям вышел, что-то меньше 100 рублей на наши деньги. Да, знаешь, Дубай, он разный, любой человек для себя здесь найдет так называемый маркет фит, да, если говорить про бизнес, ты можешь жить очень дорого, ты можешь жить совершенно за меньшие деньги, ты можешь питаться супер продуктами, супер полезными, органическими, выращенными там в определенных территориях и кушать мясо, которое там привезли с Австралии или еще каких-то экологически чистых районов. В то же время ты можешь питаться как угодно, где угодно и совершенно другой едой, и найти соответствующие супермаркеты и так далее, можно и обеспечить тот же уровень продуктов и цен, как и в России. Поэтому я бы не сказал, здесь просто больше, наверное, развлечений, здесь больше возможностей и больше разыгрывается аппетит, который приходит во время еды. И когда ты в это попадаешь, тебе хочется одно, второе, третье, и в конечном итоге ты начинаешь просто тратить больше, и эта планка вырастает. Но, как говорится, мы живем один раз, и если жить правильно, то одного раза достаточно. Поэтому я и всем желаю именно этого, прожить эту жизнь, делая как можно меньше ошибок, выбирая правильные места, правильных людей, правильные знакомства, и жить дальше хорошей жизнью. Ну, я вот соглашусь с Антоном, мне почему-то, то есть я и про проекты, с ним записываю много видео, мне самому это откликается идея, очень часто живу за границей, что именно хочется коммуницировать с отечественниками, говорящими на одном языке, хотя Антона и я знаем хорошо английский. Мне вот это удивительно по Эмиратам, как бы в том плане, что, наверное, я не видел здесь сплоченности такой вот у русскоязычного населения, чтобы каждый каждому помогал и старался именно с русскоязычными работать и взаимодействовать. Почему, опять же, одна из идей вот сделать такой проект возникла, хочется посмотреть реальный отклик там российских сограждан, да, которые проживают здесь, насколько это будет востребовано и насколько люди будут к этому расположены. Потому что если взять каких-нибудь здесь индусов или другие нации, которые здесь находятся, у них очень четко выстроены вертикали, они очень четко держатся друг за друга, выстраивают вместе бизнес, принимают на работу своих, отдают им лучшие места, дают лучшие рекомендации, делают какие-то, я не знаю, релокации одних сотрудников в другие компании, других в другие и так далее. Это нескончаемый процесс. Что касаемо русскоязычных, здесь как-то не особо это принято, поэтому мне бы очень хотелось, чтобы это заработало и принесло свои плоды, что я верю как бы все-таки в ментальность русских людей, тем более особенно, когда это можно назвать словом диаспора, да, люди, которые находятся вдали от своей родины, ну, просто необходимо коммуницировать и создавать какие-то бизнес-связи, выстраивать их и помогать друг другу. Ну, тут я добавлю от себя, так как тоже достаточно для россиян больная тема, что именно мы часто говорим в русскоязычные сообщества, тут нет никаких, никакой политики, никакой ссоры, вражды между там русскоязычными, русскими, украинцами, белорусами, сюда приезжают люди жить, работать, общаться, получать удовольствие от жизни. Да, именно, я думаю, просто люди, приехавшие сюда, четко понимают, чего они хотят, не знаешь, даже вот, не знаю, идущий на арабском языке телевизор, я не знаю, к сожалению, к своему арабскому языку, но то, что там все новости идут на арабском, мне доставляет огромное удовольствие, я бы с удовольствием жил именно вот при этой повестке. Иногда говорят, знаешь, про Дубай тоже, что это такое, и Эмираты в целом, как бы закрытая от информационного поля страна, где четко все регламентируется и строго к этому относятся. Это плюс, это несомненный плюс, потому что, когда вы каждый день читаете новости, где упал самолет, где кого-то убили, тут кого-то зарезали, и там что-то произошло, это формирует повестку и создает ваше восприятие и понимание жизни на сегодняшний день. Поэтому, как по мне, чем меньше таких вещей, тем только лучше. Вы сконцентрированы на чем-то своем, приезжайте в Дубай, занимайтесь здесь бизнесом, знакомьтесь, создавайте связи, заходите к нам на проект, добавляйтесь в комьюнити, буду рад знакомству. Я тут гулял, очень много семей с детьми, вот даже мимо нас сейчас идут люди, но они впереди нас идут, поэтому не видно, очень много семей с детьми приезжают в Дубай. Да, однозначно, потому что хороший уровень образования, огромный выбор международных школ, есть и русскоязычная школа, многих релацируют, платят хорошие зарплаты, люди едут с семьями, живут здесь, деткам здесь очень удобно. У меня у самого двое детей и, в принципе, в этом плане никаких проблем никто не испытывает. Ведь, чтобы здесь жить, нужно оформить резидентскую визу. Там, если я не ошибаюсь, от 750 тысяч вверхам ты покупаешь недвижимость в Дубае и дают резидентскую визу, то есть вид на житель тебе и всей твоей семье. Да, смотри, опять же, как я к этому отношусь, очень распиаренная тема с получением ВНЖ, нужно купить недвижимость и все, как на Кипре, знаешь, бегут за золотыми какими-то паспортами, что сейчас у них будут какие-то особые права и так далее. Эмиранты, страна экспатов, здесь не дают паспорта, вид на жительство оформляют в различных вариантах. Ты можешь быть фрилансером, ты можешь быть студентом, ты можешь быть инвестором, ты можешь внести какой-то вклад, ты можешь заниматься какой-то профессией, по которой сейчас там оформляют ВНЖ, то есть разные варианты. Подробнее я могу тебе просто сказать, что вот как раз на портале будет собрана эта информация, потому что про нее можно рассказывать еще два часа. Что касается инвестиций, да, от 750 тысяч дирхам люди получают право на получение вот этой визы, на резидентской, на один год. Но, понимаешь, я бы не акцентировал свое внимание при покупке недвижимости на то, что вот надо купить именно это, потому что мне здесь оформят ВНЖ. ВНЖ оформят везде, где вы покупаете недвижимость. Никакой проблемы с этим совершенно не будет, все законно и официально, я говорю, будет расписано как бы на портале, и там можно подчеркнуть всю информацию. Какой бы я вариант, например, предпринял? Когда открываешь компанию, здесь часто бывают различные акции в различных призонах. Компания, например, там из тематики Health & Fitness, да, у меня было открытие такой компании, просто и стоимость там была порядка, наверное, 4 тысячи или 5 тысяч долларов. И делал я это на тот момент совершенно самостоятельно и сам, никаких проблем с этим не испытал. Открытие компании тоже дает право на получение ВНЖ. И зачастую ты спокойно можешь как бы это сделать, и это нужно сейчас в принципе для бизнеса, это сейчас выгодно для тех, кто занимается, опять же, IT. И Apple Store, Google Store, все эти проблемы с запрещенными организациями в России и так далее, не позволяют рекламировать и делать бизнес диджитал. И это большая потеря для нас. И поэтому для того, чтобы с этим работать, можно спокойно открыть компанию за небольшие деньги. Опять же, ребята, которые занимаются здесь, каворкинг-центры, которые привлекают ребят по этому направлению, тоже будет все подобрано на сайте, чтобы человек мог зайти, посмотреть и спокойно выбрать себе возможность открыть компанию самостоятельно за небольшие деньги и потратить на это чуть больше времени. Вот как-то так. Причем низкие налоги, если я не ошибаюсь. Ну, налогов как таковых вообще нет. Налоги есть, 5-процентный налог как бы НДС, когда компания зарабатывает свыше, там, скольки-то миллионов дирхам, то есть, когда уже, в принципе, этот налог не суть так важен, и 5% это нормальное государство, которое обеспечивает себя такой инфраструктурой. Поэтому это касается компаний, когда ты предоставляешь услуги на территории Эмиратов. То есть, если ты физически продаешь какую-то услугу на территории Эмиратов или товар, вот здесь тебе нужно платить 5-процентный налог. В других двух случаях, когда вы открываете, там, компанию, которая работает здесь, во фризоне и предоставляет услуги, допустим, онлайн по всему миру, или вообще компания, которая просто находится во фризоне и торгует какими-то товарами по всему миру, в этом случае никакой налогооблагаемой базы нет. Здесь, опять же, в этом все лояльно и прозрачно. Вы можете спокойно открывать и спокойно работать и пользоваться своими средствами на свое усмотрение. То есть, это тоже большая разница, кстати, с российским законодательством. Когда у вас есть компания в России, вы не можете свободно распоряжаться средствами на счете компании. То есть, это все-таки признается законом средствами компании. И вы должны понимать, как их расходовать, бухгалтер отдельно отчитывается перед налоговой за эти траты. Здесь такого нет. У тебя просто есть карта, которая принадлежит компании. Ты можешь с этой карты платить зарплаты, ты можешь с этой карты пойти поесть в ресторане. И все остальное, что тебе необходимо, это средства, принадлежащие тебе. Это тоже очень прозрачно. И, опять же, это из-за отсутствия налогов, поэтому здесь никто не контролирует, куда эти средства расходуются. Поэтому это выгодно, интересно и удобно. Ну, условно говоря, если ты фрилансер или у тебя онлайн-бизнес, все, что ты зарабатываешь, Эмираты понимают, что ты можешь зарабатываться в любом месте. Поэтому они не освобождают от налогов, живи здесь. Да просто потому, что ты, находясь здесь, будешь тратить на еду, будешь тратить на аренду жилья. Будешь что-то потреблять здесь и оставлять здесь свои деньги. Это здорово, на самом деле, потому что ты не платишь за то, что тебе не надо. Но ты платишь и тратишь деньги за то, что тебе надо. И на этом с тебя данная страна зарабатывает и получает какой-то доход. Это здорово. И вот такой подход мне просто нравится. Он здесь действительно во всем. Он чувствуется нацеленность на привлечение сюда капитала, на привлечение сюда туристов. Опять же, если мы касались недвижимости, всю дорогу, да, можно сказать отдельно, что такого количества туристов, как здесь, мало где встретишь по миру. И такого количества капитала, которое сюда мигрирует, тоже очень мало. Дубай становится крипто столицей мира в этом году и стал уже по факту Дубай по налогам одна из самых привлекательных стран. По туризму, по медицинскому туризму отдельно. Кстати, у нас есть человек, который занимается наполнением сейчас вот именно по медицинскому туризму. Очень хотелось тоже, чтобы эта история заработала. Потому что Дубай притягивает лучших специалистов на сегодняшний день. И медицинский туризм здесь все-таки имеет место быть и очень на высоком уровне находится. Поэтому, опять же, на портале можно будет ознакомиться с этой информацией, какие есть клиники, какими проблемами они занимаются, чтобы приехать и без проблем, я говорю, найти под свои потребности тот или иной выход из ситуации. Ну, тут еще важный момент. Антон сам вкладывает. Возможно, если вы пропустили, он сам и квартиры вкладывает, и сам в эти же объекты вкладывает. То есть, своими деньгами. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Если есть какие-то вопросы, подписывайтесь на телеграм-чат. Там русскоязычный чат в Дубае. Задавайте вопросы. Если вы, оказывается, какие-то услуги специалист, напишите Антону, чтобы он вам разместил на сайте Home in Dubai. Обговорите с ним варианты. Ну и если вас интересует инвестиция в недвижимость, то под этим видео будет ссылка на телеграм-канал. Вот все, что я вам рассказывал, гораздо более подробно будет. Вся информация там об аренде, о покупке недвижимости, о выборе районов, о переводе денег из России будет там. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok